Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 10. Старинная задача. У продавца 6 корзин. В одних корзинах лежат только куриные яйца, а в других утиные. В первой корзине 5 яиц, во второй 6, в третьей 12, в четвертой 14, в пятой 23, а в шестой 29. Если я продам яйца вот из этой картины, размышляет продавец, то у меня останется куриных яиц в два раза больше, чем утиных. Какую же корзину имел в виду продавец? 5 прибавит 6, прибавит 12, 14, 23 и 29. Мы получаем 5 плюс 6, 11, 12 плюс 24, 26, и 23 плюс 29, 52. 11 плюс 26, это 37, и 37 плюс 52, 89. Столько яиц всего у продавца. Так как куриных яиц станет в два раза больше, то есть две части, чем утиных, а утиных пускай будет одна часть, значит оставшаяся сумма яиц должна делиться на 3. 2 плюс 1, 2 плюс 1 всего 3 части. Проверяем. Проверяем. 89, отнять 5, получается 84 яйца. Останется после продажи первой корзины. Делится на 3. 89 минус 6, будет 83. Останется после продажи второй корзины, но не делится на 3. 89 минус 12, будет 77. Столько останется после продажи третьей корзины, но при этом не делится на 3. 89 минус 14, будет 75. Столько после продажи четвертой корзины, она делится на 3. Отнимаем 23, получаем 66. После продажи пятой корзины, и делится на 3. 89, отнимаем 29, получаем 60 яиц. Останется после продажи пятой корзины, шестой корзины, и делится на 3. Разделим каждую оставшуюся сумму чисел на 3, и найдем, сколько яиц составляет одна часть, и посмотрим, можно ли набрать такую сумму из имеющихся корзин. 84 разделим на 3, будет 28. Из имеющихся корзин собрать нельзя. 75 делим на 3, получается 25. Из имеющихся корзин собрать ее нельзя. Продали четвертую корзину. 66 делим на 3, будет 22. Из имеющихся корзин собрать нельзя. Остается последнее. 60 деленное на 3, это 20 яиц. 6 прибавить 14, то есть можно собрать яйца из второй и четвертой корзины. Тогда 20 умноженное на 2 будет 40 яиц. 5 плюс 12, плюс 23, значит останется 20 утиных, и 40 куриных яиц. Шестую корзину имел в виду продавец. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.